Жители Когалыма бьют тревогу. Здесь зоны отдыха превращаются в стихийные свалки. В лесу можно найти не только пустые бутылки, но и обувь, предметы, одежды и даже сломанную технику. В Нефтьюганске для тех, кто игнорирует контейнеры и выбрасывает свой хлам в районе промзоны, установили фотоловушки. А жители Хантывансийска решили взять мусор в свои руки. Активисты вооружились масками, мусорными пакетами и вышли на прогулку. О нарушителях, штрафах и решении проблемы материал моих коллег. Старые игрушки, обувь, сломанная техника и мебель. Вряд ли что-то из этого хлама может пригодиться жителям Когалыма на пикнике. Зоны отдыха здесь превращаются в свалку. Например, срочная уборка нужна участку леса напротив Рябинового бульвара. Похожая картина возле Голубого озера. Сезон купания еще не открыли, а берег водоема уже усыпан бутылками и автомобильными шинами. Люди бывают в урну, не могут донести, а туда выкидывают. О чем говорить-то? Без культуре. Думают, что все так и надо. Совести нет. А что сделать? Как человека исправить? Наказать. Рублем. Взывать к совести нефтьюганцев местная мэрия устала. И установила в районе крупной стихийной свалки на промзоне фотоловушки. Люди выселяются с балков, не сдают свои балки для ликвидации в муниципалитет, по порядку, как там у них прописано. Когда они выселяются, оставляют кучу мусора. С наступлением лета буквально вручную стирать несанкционированные свалки с карты нефтьюганска будут работники подрядной организации. Убрать и вывезти им придется более тысячи кубов мусора. Говоря простыми словами, это почти сотня КАМАЗов. Свалки бывают разные по объему. То есть где-то есть свалка один метр кубических, небольшое количество. Где-то есть прям как бы очень много. И на эту точку мы тратим по несколько дней. Между тем, активисты из Ханты-Мансийска предлагают жителям города прогуляться по лесу с пользой для природы. Не ждать, когда городские власти объявят массовую уборку. На субботники добровольцы выходят несколько раз в месяц. Вооружаются масками, перчатками, мусорными пакетами. И с весны до первого снега очищают городскую территорию. За последнее время нашли крышу, отпиленную от машины в лесу. Причем довольно глубоко. Что еще? Ну, шины. Много необычного мусора, просто так сейчас не вспомню. Игрушки детские, стекла от машин тоже. То есть лобовое, например, стекло. Окна, оконные рамы. От бутылок до диванов и холодильников. В югорских лесах и на городских улицах активисты и рабочие находят все то, что стало ненужным людям. Но за хлам его владельцы все же могут поплатиться и получить штраф до 2000 рублей. Так, например, в Когалыме с начала года наказание уже получили пять жителей города. Виктория Редькина, Сергей Коробков. При поддержке телерадиокомпании «Юганск» и «Инфосервис».